Всем привет! Я Адриана и сегодня я хочу вам рассказать о сциндаптусе. Сциндаптус любят за его роскошную зелень, за неприхотливость в уходе и за простоту в размножении. Как же размножить сциндаптус? Для этого нам нужно просто взять секатор и отрезать небольшой отросток от веточки. Помещаем его в воду. И буквально через недельки-две у нас появятся корешки и можно будет его посадить. Воду обязательно добавляем в таблеточку активированного угля, чтобы вода не закисала. Вот в этом кашпо я посадила два таких отростка, как мы с вами сделали. И что же происходит дальше? Дальше наша плеть продолжает расти, но не кустится. Чтобы дать этой плети куститься, нужно срезать кончик. Тоже ставим его в воду, он укоренится и будет еще одно растение. А со временем из вот этих мест, пазух, листьев, появятся веточки. Но если мы хотим, чтобы наше растение было не только длинным, но и таким кустистым, как вот это, нам нужно будет срезать веточку побольше. Дальше нам понадобится веревка. Сматываем нашу веточку по кругу. И связываем. Таким образом мы уже сейчас получаем вот такой кустик, который мы поместим в воду. Из вот этих мест у нас появятся корешки. Буквально через месяц у нас будет уже вот такое растение с вот такими красивыми корнями, которое будет куститься и будет иметь много веток. Давайте его посадим. Для этого нам нужно будет взять небольшой горшок. Корневая система, хоть она и хорошо развита, но небольшая. Так, обязательно на дно насыпаем керамзит. Грунт я взяла для ароидных, так как сэндаптус – это лиана. Теперь помещаем наше растение в грунт и прикрываем корни. Грунт немножечко утрамбовываем, но не сильно прижимаем, чтобы не сломать корни. Теперь хорошо проливаем. Теперь этот горшочек мы можем поставить в любое место в комнате. Не обязательно на солнечный подоконник, потому что стэндаптус переносит полутень. Ему даже так будет лучше. А что же делать с вот таким растением, которое тянется, но не кустится? Нужно немного взрыхлить землю аккуратно, не повреждая корни. Чуть-чуть. Теперь берем плеть, оборачиваем несколько раз, стараемся углубить в грунт. Теперь берем веточки, любые веточки абсолютно любого дерева, и делаем скобы. И скобами прижимаем веточки. Почему не стоит этого делать металлическими скобами? Потому что земля будет окисляться, и растению это вредно. Так, теперь сверху досыпаем грунт и поливаем. Очень скоро у нас проснутся спящие корешки, которые находятся на стебле, и растение начнет куститься. Будет пышное и красивое. Пару слов о вредителях. Стэндаптус очень мало подвержен вредителям и болезням. Но если это все-таки и случается, то это, скорее всего, паутинный клещ. Чтобы этого не случалось, нужно почаще обращать внимание на свое растение, протирать листья и проводить профилактические обработки. Стэндаптус неприхотлив в уходе и нетребователен к подскорокам. Удобрение для стэндаптуса нам нужно будет выбирать для декоративно-лиственных растений. В осенне-зимний период мы добавляем при поливе один раз в месяц, а в весенне-летний каждый раз при поливе. Стэндаптус очень любит опрыскивание. Если у вас нет времени ухаживать за растениями, а иметь их очень хочется, заведите себе стэндаптус, и он вас будет радовать своей зеленью очень долго. Продолжение следует...